Всем привет, ребята! И начало этого влога хотелось бы сделать с моего помятого ебала. В общем, сейчас 20 июня, уже 2 или 3 недели, как я приехал с пробегом. Я режиссёр, но я живу будто в кино. Я был богатым, бедным был, мне всё равно. Деньги приходят и уходят, как любовь. И так, что мне для полного счастья надо? Так, тут я видос выкладывал. В общем, беру с собой ноутбук, 3 пары вещей и... Ну и всё вроде. Всё остальное как бы у меня в документах. Погода у нас хорошая. Я, блин, плохо, что вчера не помыл машину. Я вчера думал, что в здании дождь, но дождя нет. У меня машина довольно-таки пыльная. В общем, ладно, я в Уфе помою. Я там уже присмотрел одну автомойку. Когда ещё в прошлые-прошлые выходные я там был. Четыре дня жил. Знаете, больше всего волнует не то, что я сейчас уеду там за хуйну тысячу километров. Ну, за две тысячи. Вот, а волнует то, что кто, блядь, кошку будет кормить. Когда отец на вахте, а мать тоже на работе. В Уфу я поехал где-то в понедельник ещё вечером. Первые 100 километров ты едешь по однополосной дороге. То есть, по сути, чтобы обгонять, надо выезжать на встречку. И знаете, там так кайфово было, что не было ни одного КамАЗа и никаких таких грузовых машин, которые ты не можешь обогнать, когда у тебя встречный поток. То есть, вот в этом плане дорога вообще удалась. Но до определённого момента, когда мне в лобовуху прилетел вот такой вот камень. Но благо, на десятке лобовуха довольно-таки обтекаемая. То есть, допустим, если бы я ехал на Ниве, к примеру, там угол лобового стекла примерно такой. То есть, удар бы попал бы, я не знаю, напрямую. На десятке же он вот так вот загнутый. То есть, она ударилась и отлетела, то есть, под углом. В общем, ни трещины, ни линии, ничего там абсолютно нет. Даже сколы не видно. Но камень был довольно-таки большой. То есть, это гудро. Я, короче, себя как в дом уже чувствую. Вот это моя кошка теперь. Да, надо всё снимать. Вот это, братка. Ты оброс, кстати, с прошлой серии. Я просто вперёд зачесался, до этого в бок же убирал. А, да. Всё равно оброс сейчас. Вот, дождик на улице я хуйнул. Вот, стоило мне только заехать в Уфу, и последние 10 километров по самому городу я ехал под ливень. Пиздац, ебалочка. Вот, и сейчас, короче, жрать хотим. Вот, пойдём кисишь. КПС, как минимум. Настоящий. Влад Брусничников. Привет тебе. А чё я сказал? Влад Ежевички Брусничников. Тебе привет. Всё, я тебе просил. Всё, я не заебываю его больше. Лайс, окей? Блин, и тут испортилась погода, да. Была жара. Я вот вставлю пару фоточек перед пробегом. Я фоткался вот опять же в своём дворе. По приезду в Уфу, ебанул дождик. Мы даже когда захотели похавать и поехали в KFC, мы это всё делали под дождём. После того, как мы поточили в KFC, мы поднялись наверх, то есть где стоят всякие игровые автоматы там, Xbox'ы. И смотрим Mortal Kombat. А Нур мне сразу говорит, давай зарубимся. А я, получается, с собой в пробег брал ноутбук. Вот, и на ноутбуке у меня тоже есть Mortal Kombat. И он говорит, типа, давай перед тем, как ты меня взъебёшь на клавиатуре, мы с тобой поиграем на джойстиках. На джойстиках у меня вообще, вот, буквально раза два-три играл за всю свою жизнь. И особо такой большой сноровки не было. Я даже комбы элементарно не мог сделать на джойстиках, то есть нежели чем на клавиатуре. Если на клавиатуре я могу пройти Shao Kahn на Expert, то там я посасываю. 30 минут жёсткого бомбилова у меня. Поиграли, поехали домой. Чё делаем? Катка плотная. Плотная катка. Эксперт. Ты напрягся, спотел, нет? А? Спотел яйца, спотели, нет? Нет. А, ты ж яйцами играешь, даже яйца не потели, да? Да, я вот так вот, видишь, подыгрываю. Ага. Ты давай, я-то. Чё? Критик? Да. Пиздец, щас дойду, дошла в сумке. Говно какой-то заиграл. Ты до сих пор снимаешь? Нет, только час, значит. Да, ты вон снимай. Ха! Блядь. Я прикинь, ещё воду упрали. Нарком. Нарком пей, блядь. Леталга. Охлаждение. Чё это? Тянка? А наш танк ужмёт. Да, надо же. А у него будут дети потом, после этого? Ну вот, понимаете, и даже тут он очень хорошо приспособился. То есть, если изначально я его драл абсолютно в сухую, то он наловчился и Саб-Зиро убивал абсолютно любого моего персонажа. То есть, какого бы я ни выбрал. Вот. И мне проигрывать надоело. Я свернул этот Mortal Kombat. Тем более, время было позднее. Мне надо было на следующее утро уже ехать в Екатеринбург. И поэтому я сказал, давай спать. Ну как думаете, мы легли? Конечно же нет. А тут возникла у нас такая гениальная идея посмотреть ужасы на ночь. Вроде он назывался Синистер или вот многие современные фильмы ужасов снимаются именно по такому мотиву. Дом и в этом доме что-то, ух, такое жуткое происходит. Что могу сказать по фильму? Было, знаете, таких пару злостных скримеров, которые ты вообще не ожидаешь. То есть, там, если в таких сценах была просто такая эпичная музыка на всём протяжении фильма. Но вот в один момент я реально спидался. Фильм говно. Фильм дерьмищина, музыка крутая. Сами Соня. Ну-ка, погоди. Её точно не больно? Нет, она бы убежала. Она бы убежала. Их и пух. Потому что я с детства не перебиваю. А после просмотра время было уже 4 часа ночи. Ну, было уже утро, понимаете, уже светало. И я такой лежу и думаю, а не подорваться ли мне сейчас в Екатеринбург? То есть, чтобы не поймать ни пробки никакие, чтобы там машин на трассе меньше было. Но потом вспомнил, бля, я же спать хочу. И мы, в общем-то, легли спать. Угадайте, сколько сейчас времени. Почти 9, твою мать, утра. Я должен был выехать часов 6. То есть, изначально будильник заводился на 5.30. Потом я такой, э, ладно, хуй с ним, на полчаса больше посплю. В итоге на 6 завел. Ну, по факту мы проснулись. 8.30. Так вот. Сейчас еще надо загонять, короче, заправиться. И рвануть в путь. И АКБ я буду уже по-любому вечером. Это как пить дать. То есть, если бы я выехал в часика в 6 утра, у меня было бы машин, не было бы ничего. Вот. И там бы я оказался, ну, может, к обеду. Сейчас только вечер, иначе никак. Вот так вот. Ночью смотрели фильм. Как Аноур фильм назывался? Синистер. Синистер. Я его Синистер хочу назвать. Там была охренная газонная козилка. Ну, в общем, вот, на весь фильм 3 скримера, и на один я попался. Сань, какие КБ? Нормально? Погода как-то это. Нормально погода. Пытал ехать туда. С самого утра еду. Запарился. Так, в целом, нормально. Дорога хорошая. Блин, тут моему бомбежу не было предела. То есть, я от него уехал где-то примерно в часов 10, пока заправился, пока выехал из города Уфа. И тут у меня началось. То есть, мне навигатор показывал 100 километров по прямой. Вот, давайте. В общем, это будет точка отправления. Газовая заправка. Уфимская. Тут я заправляю полный бак. И весь этот полный бак, скорее всего, устрачу. Парень молодой. Проехал пост, крови со всякой ерундой. Кричали, стой. Стояла козелька МО. Но парень молодой, ему все равно. Парень молодой. Парень молодой. Продолжение следует...